Всем привет! Всем здравствуйте! У нас в Соле опять сегодня рукодельная тусовочка. Мы приехали в багетную мастерскую к нашей оренбургской рукодельнице Саше. Да, сейчас мы посмотрим. Я тоже не видела после переезда их мастерскую. И вот Инесса работу взяла, да, с собой? Да, я взяла работы. Мне хочется посмотреть, какие делает Саша работа. Ну, я не знаю, есть там образцы или нет. В общем, мы готовимся к выставке. И поскольку у меня не оформлены новогодние сюжеты, а выставка будет посвящена зимней новогодней тематике, как раз я привезла работу. Сейчас посмотрим, что мне Саша посоветует. Ну всё, пошли. Творческий процесс начался. Привет-привет! Это Саша, наша оренбургская мастерица. Это её мастерская. Мы сейчас с вами подробно здесь всё посмотрим. Но в первую очередь я хочу с Сашей обсудить мои работы. Я их привезла на оформление. Нужно мне оформить зимнюю матрёшку. Но поскольку я хочу, чтобы они все были в одном стиле, я привезла все четыре. Буду оформлять все четыре. На выставку пойдёт одна матрёшка. А вот из этой работы я хочу сделать шкатулочку. Саша делает шкатулочки. Я уже показывала, когда мы были у Оли в магазине. Саша, у меня девочки спрашивали, можно ли заказать шкатулки почтой? Можно и нужно. Мы вообще в основном в последнее время работаем именно с другими городами. Ну, просто потому что это стало доступно, это стало удобно. А ты отправляешь именно почтой? Я отправляю почтой или с ДЭКом. С ДЭКом всегда выходит сильно дороже. Ну, как бы, кто боится почты, предпочитает лучше немножко переплатить. Хотя для меня разницы особо нет. То есть по качеству работы я, в принципе, довольна и теми другими. А писать в группу, да? У тебя группа ВКонтакте? У меня есть группа ВКонтакте. Там есть мои контакты. То есть можно писать мне в личку либо там, либо в личку в Инстаграме. Сразу всем отмечаю, выдаю всю информацию. Хорошо. Вот, девочки, видите, как выглядит мастерская? Я думала, здесь какой-нибудь один лобзик, а здесь такие большие серьезные станки. Сейчас мы с вами подробно посмотрим, как происходит процесс создания рамочек. Шумы, если услышите, то это работает Женя. Грубо говоря, да, как мы привыкли, происходит работа в багетной мастерской. Ты приходишь в багетку, тебе дают какие-то уголки, образцы. Ты выбираешь, мастер уходит, быстро чпок-чпок-чпок нарезал. Вот, и в принципе мы тоже этим занимались, то есть мы тоже начинали с пластика. Но это не спортивно и не так интересно. Мы делали дерево, мы тоже заказывали холосты вот такие вот трехметровые. То есть из них тоже, в принципе, вот из такого длинной палки нарезается эта рамочка. То есть отмеряется какой-то, ну какой-то нужный размер, нарезается, все это собирается в рамку. Сейчас под каждую работу мы делаем индивидуально. То есть сначала это условно выглядит, я не знаю, ну почти вот так. То есть может быть любого размера. Ну не обязательно вот эта палка, но как бы она вот такого вот ужасного, необработанного вида. Это потом из таких вот страшных палок получаются такие красивые рамочки. Да, потом получается, то есть вот такая вот заготовочка, следующая. Ну и потом из нее уже, ну, получается, либо какая-то форма мы вырезаем, форма, ширина. То есть это все время индивидуально. Это, наверное, повторяющихся рамок нет. Вот я хочу под матрешки что-то прям вот такое простое-простое. Единственное, нужно подобрать по цвету. По цвету мы тоже договоримся. В принципе, можно на самовыживке какой-то цвет выбрать. Или я уже на свой вкус буду подбирать уже по... Ну, после того, как уже рамочка будет сделана, я уже там что-то буду колдовать. А если через интернет вот девчонки заказывают, как подбираются рамы? Обычно это... То есть мы обговариваем с девочкой, просто все за и против. Она мне может написать, ну, то есть свои хотелки и то, что она принципиально не хочет. И мы как бы... У нас получается такая творческая работа. То есть человек свои пожелания высказывает. И я, то есть используя свой опыт там и свой взгляд на эти вещи, я предлагаю ей свой вариант. То есть у нас получается такой тандем и работа, ну, как бы... Ну, что-то среднее между вот ее пожеланиями и моим видением. То есть обычно это нравится. Ну, просто как в основном мы привыкли. Пришли, нам приложили багет и мы уже показали. Но это минимум творчества. Ну, это просто такая... Мы почему от этого ушли? Потому что невозможно держать такую палитру багета, которую мне иногда хочется на некоторую работу поставить. Потому что вот эти вот нюансы. Где-то хочется чуть покраснее, где-то хочется чуть позеленее. Может быть, поярче, потемнее. И когда у тебя есть ограниченное количество багета, у тебя... Ты ограничен вот в этой палитре, у тебя нет... Полета, простор. Да, ты... Ну, как бы работа тоже получается ограниченной. Ты пляшь именно от того, что у тебя стоит, грубо говоря, мастерской. А здесь ты пляшь только от того, что у тебя в голове. То есть я могу несколько раз рамочку перекрашивать просто потому, что я посмотрела под другим освещением. Она... Она меня не устроила. Мне как-то вот внутренне спокойно. Мне кажется, что вот хочется чего-то добавить с пластиком. Я бы этого добавить не смогла. С деревом можно. А это что за работа? Кто это делал? Это не работа. Это Женя принес из лесу. Мы хотим из этого сделать что-то прекрасное. Но пока это стоит и... Оно и так выглядит прекрасно. Караед такой прям. Да. Ну, реально лед так выглядит. Ну, они просто очень крутые. И что-то из них надо сделать, что пока непонятно. Я думала, это уже так сделано красиво. Это сама природа и жуки это сделали. Ну, ждет целый час. Оказывается, жуки-караеды могут создавать такую красоту. Иногда они бывают полезны, как оказалось. Ну, собственно, да. Саша, а можно посмотреть, что сейчас вот ты делаешь? Сейчас есть какой-то заказ у тебя? У меня несколько работают. Сейчас Женя делает новое окошко. Вот эта будет штука. Мы еще до конца не понимаем, что это будет. Потому что мы с девочкой до конца не решили. У нас опять она... У нее какое-то было такое пожелание. То есть, ну, мне нужна полочка, на которую я буду ставить либо маленькие словарики, либо какие-то маленькие сувенирочки для ребенка. И вот мы придумываем эту полочку. То есть, пока это выглядит... Ну, будет выглядеть вот так. Тут будут еще какие-то крючочки. Тут будут такие перильца, если мы придумаем, как их сделать. Ну, и тут будет всякая... А я тоже хочу такую ключницу. Я хочу, чтобы вот это было вот так. Я выберу какую-то работу. И вот сюда вот крючочки... Легко. Шкатулки, ключницы, всякие полочки. Мы очень это любим делать. Это интереснее, чем рамочки. Это какая-то... Это вещь, которой можно пользоваться. Да. В контакте у тебя можно посмотреть. Ключницы есть. А можно посмотреть вот эти работы красивые? Так, это у нас... Чьи работы? Это девочка, да, вот вышла. Ой, а какая тоненькая тканюшка. Это будет у нас... Оля, это что? Белфест? Это Белфест, да. Такая тоненькая белая тканюшка. Вот это как раз ключница. Ключница. Логично, тут ключики, и это будут ключницы. Такая мелкая вышивка. Ты хотела на это натягивать, да? Или побольше всё-таки? Нужен побольше кусочек, потому что я померила размер работы и забыла учесть ширину ещё... То, что закрывается рамой, да, ширину четверти. Забыла. Поэтому она пока у меня лежит. Это, наверное, авторская схема какая-то, потому что так прям... Ты знаешь, даже такое ощущение, что это... Ключики вот из одной, а цветы из другой. Вот я где-то ключи такие видела. Интересно. А вот ещё работы можно посмотреть? Да, это... Мои зрители любят смотреть. Это уже натянутые работы. Я, кстати, могу показать, у меня кое-что лежит. И давай посмотрим, как натянуты. Это ещё одна наша такая фишка, которую мы, наверное, привезли в город. Не скажу, чтобы мы были первые, но как бы мы пытаемся это распространять. Обратимая натяжка. То есть всё, что заклеено, ну вот здесь вот условно скотчем, это всё можно аккуратненько снять, вышивку сполоснуть, и она будет как новенькая. Никакого клея, никаких скобок, никаких дырочек. То есть оно ничего не остаётся. Вышивка такая, какая была изначально. Да, у нас... Её бесконечное количество раз можно переоформлять, если тебе хочется. И даже оформить в подушку, например, тебе надоёл в виде рамочки. Ты её достал, сполосну, весь в подушке оформил. И там ни пятна, ни клея, ну ничего такого. Ну, это какая работа должна быть, чтобы вот так вот это натянуть и скотчем вот этим вот удерживать её. Это же вообще... А вот где я оформил... Это же малярный скотч, да, наверное, такой? Ну, да, просто вот этот скотч, он её не удерживает. Тут, на самом деле, всё вот на этом скотче. Это зеркальный скотч, он как раз рассчитан на такие нагрузки, которые, ну, чтобы зеркало не сползало, как бы он именно вот на эти поползновения все рассчитанный. Вот, ты же секрет нам раскрыл. Да это не секрет, на самом деле, Пожарский уже много раз снимал там видео про то, как он натягивает. Он нас, собственно, учил этому, поэтому... А это зеркальный скотч, а вот это, оно просто фиксирует, что вот эти вот все края, которые торчат. И не пылилась, наверное, тоже, чтобы лишнего... Тоже к пыль никакого отношения не имеет, просто чтобы не пылились края, потому что мы ничего не отрезаем, сгибаем вот эти вот все уголочки, которые остаются, чтобы они просто не торчали, не создавали лишнюю толщину даже. Ну, рамочки, да. Они прижимаются. Да, они прижимаются. То есть, они все так натянуты. Ну, то есть, вот смотрите, все тут Аиды натянуты. Здесь у нас Мурана. Ой, какой котейка. Был поближе. Был к котеечке. Ой, я оживлюсь. Котеечка вот сюда. Это котейка вот сюда, да? Да, он будет. Ну, вот здесь вот. То есть, будет полочка с котеечком. Тут будут стоять маленькие книжечки. Здорово. Ну, что-то такое. Вот где я оформляла раньше, там на скобах. Там у них на скобах. А это вот девчонки. На скобах, потому что тупо быстрее. Да. Ты быстрее ряешь багет. То есть, там, ну, у нас товарищ работает в другой багетке. Они как раз делают пластиковые багеты. Они просто по 10 рамочек в день делают. Даже не просто рамочек, а уже готовых работ. То есть, это все быстро. Просто зрители меня часто спрашивают, а как у вас натянут на скобах? Я этому значения не придавала. Но вот сейчас как раз я понимаю, что есть вот разница. Собственно, вот от этого и зависит стоимость оформления. Потому что вроде оно визуально так же, как в другой багетке. Но тут тебе сделали рамочку за 40 минут и нафигачили на скобы. А здесь целый день потратили, сделали обратимую натяжку. Тут еще важно, на какой картон это натянут. Мы тянем на паспарту. Это бескислотный картон. От него ничего. То есть, со временем вышивка не пожелтеет. Ничего с ней не будет. Вот он такой. Ну, такого качества. Если это будет натянут на какой-нибудь переплетник, рано или поздно канва, если она беленькая, она может пожелтеть. Тоже на такие вещи надо обращать внимание. Вот сейчас как раз ты сказала такую фразу, что может пожелтеть. Мне как-то писала в комментариях зрительница, что со временем у нее появилось желтое пятно от маркера. Я еще удивилась, как может маркер, который смыться, через год-два проявиться желтым пятном. Наверное, это был картон. Вполне возможно. Вот сейчас я как раз... А я, кстати, думала над этим вопросом. Думала, ну как же у нее маркер? И вот сейчас поставила факты. Ну, правильно, если ты говоришь, что это бескислотный, а там какие-то компоненты. Да, да, какие-то компоненты. Да, ну, потому что там прессованное дерево и вот эти смолы, которые выделяются, и все такое. Поэтому стараемся тянуть. Есть специальный картон для натяжки, тоже бескислотный. Но почему-то не пользуются паспорту. Если он у нас есть, у нас на какие-то кусочки остается. Маленькие кусочки я вообще девочкам дарю. Периодически у нас скапливаются вот тут всякие окошки. Я собираю гору и кому-нибудь дарю. Кто сам натягивает, да? Да, ну, то есть какими-то небольшими кусочками я вполне могу пожертвовать. Еще я слышала на встрече, ты вроде говорила, для девочек оренбургских, кто будет участвовать в выставке, будет скидка? Не просто скидка. Вот кто участвует в выставке, если вам надо оформить работы именно к этой выставке, то я с удовольствием помогу, помогу с натяжкой. Мы придумаем какое-то супербюджетное оформление просто за материалы. Ну, чтобы ты презентативно выглядел на выставке с оформлением, помогу с удовольствием. Спасибо большое. Девчонки, кто хочет участвовать, я оставлю ссылочку. Напишите Саше, и она поможет вам оформить быстро работы. С радостью. Я уже одну работу оформляла, вот на такой конверт. Это наши девчонки, да, вышивают ориенбургские? А сколько крапинок. Такая прикольная. Девочки, так пестрит, как это возможно вообще вышивать? В глазах. Я еще без очков сейчас. Мне кажется, это так сложно, вышивать на таких мелких крапинках. Ну, это, наверное, уже высший пилотаж. Так мелко вышивать на таких мелких крапинках. Никто же белку. Клево, звездное небо. Еще такие переходы. Здорово. Планету можно, да? Планета, земля, галактика. Там вообще обалденно. Я смотрю, здесь все на темной конвене. Я, кстати, так и не могу вышивать на темной. Лисичка. Это тоже, наверное, по авторской схеме. Ну, кстати, в камере, смотри, цвет совсем другой конвей. Посветлее немножко. Здесь темнее. При разном освещении, при разном освещении, вот так вот натуральный цвет. Так вообще 578 цвет. Сложно показывать оттенки, потому что каждый фотоаппарат и каждая камера при разном освещении. Даже одно и то же освещение, разный угол обзора. Какой сюда интересный. Я даже не видела такого. Такой, да, необычный. Бабушка с коровой. Вот прям ты так хорошо поймала лицо. Интересные работы. Схемы такие необычные, интересные. А это эти, в свитерочках. Я вот лисичку формировала. А, так вот лисичка в свитере. Да, и единорог. И единорог в свитере. Я не видела, что-то, не собирала. Медведи были, моржи были, помню. Мне интересно, вот эти крапинки отдельно закреплялись или там есть протяжки. Я думаю, что отдельно. Нет. Нет, как у меня. Ура, ура. Я хотела сказать позор мне. Нет, нет. Это, знаешь, для меня тоже нереально. Это нереально. Быстрее. Лягуша тогда бисер пришивает. Но, что интересно, никак на лицевой стороне это совершенно не отражается. Ни перетянуто, ни натянуто. Будет оформлено, и это ничего не видно будет. Могло быть при натяжке видно вот эти перетяжки. А натяжка не будет? Я пока не вижу. Белая, как-то. Нитка-то белая. Кстати, надо проверить. В общем-то, я знаю, да, что на льне лучше не делать протяжки, потому что он может светить. Вот так, если на свет посмотрим. Нет, не видно. Вот смотри, даже на этой конве не видно. В этом цвете не видно. А если, например, работа на белой конве и на темной, то картон разного цвета используется? То подложка обязательно будет темная. Не то, чтобы, да, совсем под цвет. Некоторые под цвет пробуют подбирать, но на самом деле это не важно. Главное, чтобы светлое подсветлое, темное под темное. Понятненько. Вот такую красоту вышивают наши оренбургские девчонки. Так, ну что? Сейчас обсудим мои работы. Мои, конечно, по сравнению с этими авторскими схемами. Это чудесная игла, простенький сюжетик. Но я не могла его не вышить, потому что это наш Ричард. Ну, копия наш Ричард. Это должна была быть мурзилка. Он, кстати, похожий на мурзилку. Да, только у него чёрная мордашка. Но выражение мордочки похоже. И вот такая же шкодная у Ричарда. Вот прям когда он смотрит на вкусняшки. И вот я хочу оформить шкатулочку. Как я вижу, да? Мне хочется, чтобы она была какая-то белоснежная. Может быть, голубая или золотистая отделка. Очень люблю блестящее что-нибудь добавлять. Но, опять же, я не специалист. Доверяю полностью. Для чего она будет? Что в ней будет храниться? Что в ней будет? Ну, наверное, какие-то мелочёвки. Я не знаю, магнитики, иголочки. Ну, потому что размер небольшой. Ну, то есть для рукоделия. Да, будет для рукоделия. В принципе, для рукоделия можно очень сильно заморочиться. Придумать какие-то разграничения в этой шкатулочке. То есть это не просто одно большое пространство, куда всё это скидывается. Можно разграничить на много маленьких. Их даже при желании, ну, не конкретно к этой работе, а вообще по какой-то работе можно сделать. И в несколько ярусов, чтобы ты мог. Так, внизу у тебя там пяльцы, например, в одном отделении лежат, в верхнем отделении снимаешь, там всякие иголочки. Но это надо посмотреть тогда по размеру. Если с паспарту, то размер будет больше, и можно будет разграничить на несколько ячеек. Если без паспарту, сейчас вот обсудим, да? Да, шкатулочку, наверное, можно выбить паспарту. Почему я предлагаю паспарту для вышивки всегда? Потому что вышивка – это некое объёмное изображение, которое хорошо бы стеклом не прижимать. Потому что все вот эти... Даже если нет французских узелков, есть просто крестики, и крестики всё равно тоже объёмные, они вот такими пупочками. И если их прижимают стеклом, оно их расплющивает, и то уже вышивка от этого не выигрывает. Поэтому нужно какое-то, хоть минимальное, но расстояние между стеклом и вышивкой. Но мне обязательно под стекло, потому что у меня кошечки-собачки. Вот у меня должно быть всё стекло. Ну вот подойдёт сюда белый какой-нибудь... Да, оно будет светленькое. Вот именно, чтобы она новогодняя была. Да, я подумаю. Ей можно, в принципе, сделать... Её можно сделать такой простенькую светленькую сверху, а внутри сделать какую-нибудь интересную подкладку. То есть ты её открываешь, вот там такой, какой-нибудь новогодней клетки. Но это опять, ну, надо подумать, что она такая с изюмом была внутри. Потому что вроде что-то яркое снаружи не сделаешь, чтобы она не спорилась, вышивка не перебивала её. А внутри какой-то такой изюм. Как подарок от Деда Мороза, да? Открываешь, не знаешь, что там. Да, да. Раз, а там. А, допустим, если заказчик делает заказ, цену вы сразу обговариваете, или это потом уже складывается цена из материалов, которые будут? Есть какие-то вещи, которые сразу, потому что, ну, я, допустим, примерно представляю, что человек хочет, он мне может конкретную работу прислать и размеры. то я ему могу примерно цену сказать. Обычно цена рождается, ну, в процессе работы, если я не знаю, что это будет, если мы постоянно фантазируем, переделаем что-то такое, ну, вот человек отдал работу и сказал, делайте что хотите, но чтобы это была вещь полезной. И мы начинаем думать. Тогда, ну, это может быть всё, что угодно. Это как я. Да, ну, например. И потом я могу точно посчитать. Стоимость, она чаще всего зависит не от размера, а от сложности работы. Сколько мы на неё времени потратим. То есть вышивочка может быть маленькая, но это может быть шкатулка или может быть какая-нибудь сложная рама там с резьбой, там, с партой с дорисовкой, ещё чёрт знает что. Вот. Или это какая-то одна большая работа, но там просто рамка и стекло. А потрачу я по времени на них, ну, несравненно больше. Понятно. Поэтому всегда от сложности работы. Ну, вот когда мы закончим, когда готовый будет вариант, я потом девочкам озвучу полную стоимость, чтобы вы хотя бы примерно представляли по ценам, да? Ну, да. А вот с этими матрёшечками, вот смотри, Саш, если все четыре в одинаковом цвете, наверное, вот светлое дерево? Нет? Как вот? В принципе, да, можно взять какой-то один средний для всех цвет, здесь он вот как-то светло-бежевый, и плясать от него. Может быть, как-то немножко оно, как такое потёртое будет дерево, да? Обязательно. Потёртое – это моё любимое. Да, вот я тоже хочу такое, как это. Оно какое-то живое, видно, что там именно дерево. Или знаешь, какой-нибудь берёзы, нет? Как-нибудь такое? Нет? К берёзкам очень подозрительно отношусь, хотя... Ну, ты имеешь в виду, что это в русском... В русском стиле. Ну, можно попробовать что-то придумать. Потому что мы тут недавно... Слушай, а мы не отдали это? Единственное, только, сама берёза, она по себе, сама по себе очень пёстрая, и здесь всё очень пёстрое. Может быть, будет слишком, да. Да, может быть, будет перебор. Может быть, просто вот какое-нибудь вот такое вот дерево, да, немножечко такое потёртое по старину. Ну, как бы от готовой рамки, я думаю, что я быстрее соображу, как это всё объединить. Ну, в общем, широкие не нужно, паспарту не нужно. Так, чем проще, тем лучше. И со стеклом, да? И со стеклом обязательно, да. Обязательно со стеклом. Ну, видишь, что я без паспарту вот этим прижмут всё сильно. А там подрамничек маленький. Мы придумаем какой-то это. Может быть, маленький подрамничек, чуть-чуть тоненькую речку, да, какую-то. Вот именно какой-то можно... Иногда такие двойные рамки оформляем. Потому что, видишь, бисеринки же вот на рукавах. Это бусинки, не просто бисеринки, это покрупнее они, чем бисеринки. Да, да. Это тоже одна из причин, почему я сразу стоимость не говорю. Потому что я не знаю все вышивки, не знаю их специфику. И потом человек присылает, а там, оказывается, бисер. И надо выдумывать более сложную рамку. Вот такие вот работы, наверное, сложнее. Это зимняя, да. Зимняя красавица. Это зимнюю. Я еще не видела. Это я на Ютьюбе одна из первых вышила всю серию. Она как только вышла, я как увидела её... Я тогда ещё опыта не имела в вышивке. И на мелкой конвее столько бэкстич и мелких деталей никогда не вышивала. Это были мои первые работы, с которыми нужно было потрудиться, заморочиться. Конечно, тут ещё и всякие вот эти украшения. И, наверное, вот это и оформлять сложнее, да? Вот это же всё вот как надо расправлять. Надо просто, да, это всё учитывать. Вот это всё расчёсывать. Расчёсывать я вроде отгладила. У меня даже не щёточка для расчёсывать. Таких штук. Где-то она лежит. А посмотрите, выражения лица у них у всех разные. Разные. Да, и даже овал лица разные. Разные. Так мало того, я же им всем имена придумала. Да, вот это вот хитренькие глазки. Это Анфиска. Вот. Это Машенька в лес за ягодами пошла. Это Алёнушка за водой к ручью пошла. А это Василиса. Я ей придумала это имя Василиса, когда у меня ещё внучки не было. Но теперь у меня внучка Василиса. Так что вот. Единственное, что она у меня в сентябре родилась, а это весенняя красавица. Ну, по-моему, у меня были сомнения, кто это Василиса. Или, по-моему, я её Машенька хотела назвать. Ну, нет, вроде Василиса. Главное не забыть. У меня есть видео, Оль. Там они все по именам есть. И знаешь, когда много, уже можно кого-то подзабыть. Смотрите, какая красивая игольничка. Это подарок. Мне девочка подарила, которая у меня давно оформляется. Она мне периодически присылает какие-то милые вещички. Нет, её зовут Марина. Я могу, в принципе, дать ссылку, если интересно. У неё такой канал, она там про Милхилла рассказывает. А я, кстати, не знаю наших оренбургских блогеров. Нет, это не оренбургский. Это Павла Посад. Она просто всегда делает у тебя заказ. Да. А я думала, приходила к тебе, подарила. Нет, нам нету открыточку пришлёт, ещё что-нибудь. Понятно. А вот какое интересное оформление, девочки. Смотрите, обереги все в одной раме. Какая вот красивая рама. Вот видите, девчонки. Вот это Саша делает. Вот такие обереги. Это, по-моему, от Жар-псицей, Ремпо-студия. Но они идут в отдельных наборчиках. А здесь они вышиты на равномерке. Вот видите. Как здорово. В одну раму оформлено. Поближе сейчас покажу вам багет. Это, девочки, не просто покрашено. Тут как вырезана рифлёная рама. А вот это что за работа? Это попытка оформить пинки. Вторая. А кто это вышивал? Это вышивал девочка Алсу. У неё есть группа в Инстаграме, презент декор они называются. У неё очень много вот таких вот миленьких маленьких вышивок. Она их оформляет во что-то прикладное. Здорово. Вот это мне понравилась такая задумка. А вот эти коробочки, вот эти тоже ты делаешь, да, такие? Да, это про декор для фотографии. Потому что у меня на самом деле здесь есть несколько коробок всяких штук, которые я использую в фотографии всяких. Коробка травы у меня есть, на которой я периодически что-то фотографирую. Коробка, там, морская тематика. Там у меня камушки, ракушки, там всякие канатики. А вот это с чего сделано? Это плетёнка, по-моему, это соломка. Соломка, это готовая такая была? Да, я в Фиксе в том году покупала. Там был набор снежинок и звёздочек очень милых. В этом году пока не видела, но куплю обязательно. Прикольно. Расписываю паровозы из Фикс Прайс. На ёлку. Это там паровозики такие продают? Ну, они продают, они такие вот страшненькие, ну, как бы вот такие вот чёрненькие. Ну, они очень плоско расписаны, поэтому мы взяли паровоз, подзолотили, добавили всяких там, всяких штучек, снега, там у него крыша блестит, ну, такой прикольный получился. Вот, все выходные развлекались. Ну, вот, видишь, у тебя будет оригинальная ёлка в этом году. Да, с паровозами. Вот, видишь, какие они, да, я видела у тебя где-то, вот фотографии. Смотри, какие они были, чёрные и страшные. Были вот такие, но это грунт, то есть они на самом деле, ну, они цветные, конечно, но они всё равно страшненькие. Саша, а ты самовышиваешь? Нет, я не вышиваю, мне не хватает на это времени и терпения, если честно. А как ты пришла к оформлению работ? Я, честно, пробовала, я неравнодушна к вышивкам, в принципе. Вышивка – это одна из немногих вещей, которые я делаю просто потому, что у меня физически времени на это не хватает, потому что мы занимаемся с мамой валянием, мы делаем игрушки из ваты, и мы вообще чёрт с чем занимаемся. Рисуем, лепим и всё такое прочее. Сейчас будем делать ватных Дед Морозов на Новый год. Ну, то есть, ну, это просто увлечение. И просто уже на вышивку у меня, ну, физически времени не остается. Хотя я очень люблю, я вообще люблю очень все вот эти прикладные вещи, всё, что сделано руками. Очень трепетно к этому отношусь. Ну, и как бы, почему мне совместить свою любовь к этим вещам ещё и с профессией? По-моему, это очень выгодно. А как пришла идея заниматься оформлением? Это не то, чтобы прям идея была. Ну, на самом деле, это очень долгий путь был, и то есть я перепробовала целую кучу профессий, просто на каком-то этапе я остановилась вот именно на ней. Ну, образование-то у тебя есть... Образование у меня художественное, да. То есть я заканчивала наше художественное училище, я закончила Монтагорский пединститут, но всё равно дизайнер. Просто если бы мне тогда кто-то сказал, что я буду заниматься этим, я бы человеку не поверила. К этому надо было потихонечку прийти, надо было вот это всё вот освоить. То есть к тому же есть Женя, Женя очень любит дерево. Женя учился на стойлероплотника, поэтому какой-то такой тоже опять симбиоз. Семейный бизнес, да? Да. Мы просто нашли другую и нашли, где вот реализовать именно вот эту вот... Моя любовь к прикладным вещам, моего любовь к работе с деревяшечками. Здорово! Не в каждой семье есть такая гармония, что даже работа совместная и приносит удовольствие. Даже вроде здесь прохладно, да? Да не то слово, я замёрзла. Ну, аромат дерева, да, стоит такой вот здесь? Да. Ну, если очень много шевелиться, это мы через камеру вам передать не можем. Ну да, у нас прохладно. Ну да, понятно. Стимулирует... У меня рука уже примерзла к камере. У меня мама обожает вот такие вещи. Она у меня собирает вот такие старые чемоданы. Она их реставрирует, потом что-то вот так декупажит, стулья старые реставрирует. У нее канал Мадам Плюшкина, и вот она там показывает, да, что она делает. Она очень любит собирать старые вещи. Надо посмотреть. Мы вам принесли два года назад это зеркало, которое тоже мечтаем реставрировать, вот это сверху лежит. Но у нас никак руки не дойдут до своего, никогда руки не доходят. Вот у нас бедолага там появится. Дерзать, искать, творить. У меня мама обожает всю эту символику. Она собирает у меня пионерские барабаны, горные. Опа, это что-то интересное. Ну-ка. Авторская паспарту. Уж такого ощущения нигде нет. Это нарисовано паспарту? Ну, это что-то вроде декупажа. Тут и нарисованы, и наклеены. А ты видишь тут еще капли вот эти? Ну, капли это не мое. А, то есть это прислали уже, да? Это девочка. Да, делала. То есть это вышивка, это красками дорисовано. А это уже вот ты, Саш, делала, да? Да. Паспарту. Чтобы идея была такая, чтобы это было похоже на постер. Угу. Смешно тихо. Ну, в общем-то, да, похоже на постер. Ну, похоже на постер. Это и должно быть. Я даже ты доставала, я уже забыла, что ты выкладывала. Вот такие милые штуки обожаю. Я вышиваю вот такой маячок. Только я не от Dimensions вышиваю, а с Алиэкспресс заказывала. Вот интересно, что получится. У меня наполовину вышито. Оформление вот это вот классное. Мне нравится. Кружок тоже много. Там есть фрузелки у тебя? Фрузелки? Я еще их не делала. Ну, должны быть. Угу. Должны быть. Если бы там описание было, Оль, по-русски, я бы сразу сказала, есть там фрузелки или нет. Что-то прямо озадачилась. Я надо прийти посмотреть. На этой работе фрузелки. Что, так много их? Их много очень. Очень много. Кстати, фрузелки неудобно на пяльцах. Вот у меня сейчас держатель пялец есть. У Dimensions они вот белым, желтым и сиреневым цветом. Оля, а ты как крутишь фрузелки? У тебя держатель пялец? Фрузелки я крутила уже после стирки. Угу. И у меня просто работа. Конва же жесткая у Dimensions. Угу. Она просто лежала на столе, и я вот так вот крутила. Понятно. У меня вот теперь удобно есть держатель пялец, и можно закрепить. А то раньше вообще я мучилась с этими фрузелками. Я их только на станке умела делать, а на пяльцах не умела. Так, это вот бисером вышивка. Это прям резьба по дереву? Нет, это не резьба, это что-то вроде, ну что-то вроде лепки, рельефа. Но опять же это, ну мы вот этого сейчас не делаем. Это у нас старые запасы были, когда мы еще покупали хлыстами багет и резали по размеру. Это был такой готовый бакет. Да, это был готов. В принципе, это можно сделать. А ты мне делала работу одну вот в таком. А, Деда Морозь и Снегурчик. Да, кстати. Вот они у меня вот в белом выкрашили на выставке. И совсем по-другому смотрят. Да, да. Сейчас кто-нибудь работы свои узнает, кто присылал на оформление. Метрики детишек. Вот посмотри, еще интересно, не просто дорисовка, а это сверху, еще вот капельки наклеены. Капельки сверху. Да, вот это вот мне нравится. Вот я хочу на шкатулочке, чтобы тоже были какие-то снежинки, может быть там или снег посыпанный, или снежинки. Ну вот это все не просто так придумано, потому что мне захотелось добавить капелек, например, а просто сама вышивка, она была наклеена, наклеена, была испачкана, там были дырочки, поэтому все это пришлось как-то скрывать, и чтобы было место и для натяжки, и для того, чтобы она сильно зажата, не смотрелась. Все вот это пришлось вдумкнуть, чтобы просто закрыть огрехи прошлого оформления. А помнишь ты мне бабушкину старую работу оформляла, тоже там уже выцветший лен такой был. И тоже пятна были на ней, и тоже прятали тогда в паспарту. А в паспарту еще и льняное ты делала, но и с тканей тогда. Саша худестница, такие исправляет работы, и старинные вышивки. Вот у меня бабушкина работа висит, и я любуюсь. А кто вот эти игрушки делал, Саша? Ой, эти игрушки нам подарила наша вообще самая первая заказчица. Не знаю, она так к нам прониклась, и тоже дарила нам подарочки. Не помню даже по случаю, по-моему, на Новый год им нам подарила. Потому что они с нами. В общем, практически с самого начала нашей мастерской с нами эти два зайца и путешествуют. Они уже все переезды с нами пережили. Тут покрашен фон. Да, на конве можно, Саша, возьму. Смотри, небо нарисовано. Вот видишь? А я даже не подумала, что это вышивка. Прислали тебе так уже, да? То есть, получается, объемные мельницы, а небо нарисовано. Только не мошка. А, да, вы скажите, как я не вижу. И только полукрест. Вот здесь внизу остальное все нарисовано. Тоже интересно, да? То есть, вот эти домики вышиты. Так, мельница вышита. А вот это небо, это нарисовано. Это акварель. Это потом дорисовано, или это канва шла такая акварельная? Это шел такой набор. А, в наборе уже основа такая была. Понятно. Тут цвет красивый. Люблю вот такой цвет. Ну, это вот Саша, да? Сизый. Сизый, да. Мне нравится такой сизый. Гобелен у меня. Там немножко в зеленцу он. Ну, тоже сделано вот так вот со старыми рамами. И кто у вас начальник цеха? Мы тут все начальники цеха у нас. Все главные. Спасибо. В общем, я все это храню для того, чтобы использовать фотографии. Оно все пригождается. Поэтому она не просто пыль собирает. Она как-то со смыслом пыль собирает и иногда используется. Холодно, а кактусам-то нравится. Цветы, кстати, отлично себя тут чувствуют. Они даже лучше чувствуют, чем на улице летом. Это что за жук? А, это мамин жук. Короян. Это мама делала? Это у нас еще одно было влечение. Мы где-то подсмотрели таких жуков. Где-то мой тут валяется, и вот мамин. Не знаю, я просто захотела сделать жука. Это ткань такая? Да, это ткань. У него каркас проволочный, синтепон и, собственно, обшит тряпочкой. Можно заморочиться этого жука и расшить бисером и бусами, чем угодно. Ну, то есть, будет такая странная елочная игрушка или даже брошь. Нам нравятся такие дикие штуки. Прикольно. Вот такие творческие девчонки у нас в Оренбурге живут. Саша, спасибо тебе большое за экскурсию, за то, что нас пригласила к себе в гости. Нам очень было интересно понаблюдать за рабочим творческим процессом. Всегда рада. Ну что, все, поехали дальше. Поехали. Тусоваться или по домам? Поехали тусоваться. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Ссылочку на багетную мастерскую я оставляю под видео, а также оставляю ссылку на магазин Радуга Вышивки. Спасибо. Всем пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова